Добрый вечер РФТОВ! Сегодня мы поговорим об использовании названий букв в иврите в качестве порядковых числительных. Например, чтобы назвать дни недели или мы узнаем, как сказать на иврите, первый сорт, второй класс и тому подобное. Этот материал выходит при поддержке спонсора Михаила. Большое спасибо ему за это. Я сразу же хочу предупредить, что в иврите есть возможность по-разному передавать порядковые числительные. Самый простой вариант, может быть не самый популярный, но самый простой, это использование букв в качестве числительных. Например, я хочу сказать воскресенье. Неделя в иврите начинается с воскресенья. Воскресенье это дословно день первый. Я скажу Йом Алиф. День Алиф. И Алиф здесь будет у нас значение первой. По правилам иврита нужно писать Алиф и еще значок Герыш. То есть, значок Герыш помогает нам понять, что здесь не просто какая-то непонятная буква, а что здесь сокращение, что это не слово, а сокращение, условное что-то. Но последние годы все чаще этим Герышем пренебрегают, и поэтому написание без Герыша уже не воспринимается как ошибка. Как сказать первый этаж при помощи названия буквы? Кома Алиф. Кома этаж. Алиф. Это первая буква в алфавите. Кома Алиф. Первый этаж. По аналогии с этим, первый сорт, сук алиф, сук это сорт, алиф первый получилось, сук алиф первый сорт. Первый класс, кита алиф, кита это класс, кита алиф первый класс. И в данном случае это единственно правильный вариант. Мы не будем говорить на иврите кита решуна, это воспринимается неправильно, может быть в каких-то контекстах что-то другое имеется в виду. А кита алиф это в нашем понятии первый класс, то есть начальный самый класс в школе. Только так мы будем говорить. Как сказать понедельник? Мы берем вторую букву, понедельник это второй день, вторая буква в алфавите бет. И у нас получилось йом бет, йом бет это второй день. Второй этаж, кума бет, второй сорт, сук бет, второй класс, кита бет. Третий, третья буква, это буква гимель. Вторник, третий день, воскресенье, понедельник, вторник, третий день. Йом гимель, это будет вторник. Третий этаж, кума гимель. Третий сорт, сук гимель. Третий класс, кита гимель. Среда, четвертый день, четвертая буква далит. Йом далит, это среда. Четвертый этаж, кума далит. Четвертый класс, кита далит. Четверг, пятый день, пятая буква это гей. Йом гей, получилось четверг, пятый день. Кума гей, пятый этаж. Кита гей, пятый класс. Шестая буква В алфавите буква ВАВ ЙОМ ВАВ Это будет шестой день Пятница Шестой этаж КОМА ВАВ Шестой класс КИТА ВАВ Суббота Не принято говорить седьмой день Принято субботу называть ШАБАТ Некоторые мои ученики говорят ЙОМ ШАБАТ Где-то они прочитали Это тоже правильно Но это звучит как день субботний Несколько пафосно звучит Но это не является ошибкой Можно сказать ЙОМ ШАБАТ Чаще просто ШАБАТ Как в русском языке говорят Суббота А не субботний день При этом, если мы хотим сказать седьмой этаж То мы можем воспользоваться уже названием буквы КОМА ЗАЙН Это будет седьмой этаж КИТА ЗАЙН Соответственно седьмой класс Восьмой этаж КОМА ХЭТ Восьмой класс КИТА ХЭТ Если вы заметили То я уже не использую здесь слово СОРТ Потому что там пятый, шестой, седьмой сорт Это уже что-то такое нереальное Девятый этаж КОМА ТЭТ ТЭТ – девятая буква в алфавите Девятый класс КИТА ТЭТ Десятый этаж КОМА ЮТ ЮТ – десятая буква в алфавите КИТА ЮТ – десятый класс Дальше у нас начинаются комбинации букв Например, я хочу сказать одиннадцатый этаж Я могу сказать КОМА ЮТ АЛЕФ Здесь ЮТ десять АЛЕФ – это один Получилось одиннадцать КОМА ЮТ АЛЕФ Одиннадцатый класс КИТА ЮТ АЛЕФ Двенадцатый этаж По аналогии КОМА ЮТ БЭТ ЮТ Десять БЭТ Два получилось двенадцать КОМА ЮТ БЭТ КИТА ЮТ БЭТ Мы по аналогии переведем как двенадцатый класс И последний в израильских школах Если мы хотим сказать тринадцатый или тринадцатая Мы скажем ЮТ ГИМЕЛЬ Четырнадцатый Это будет ЮТ ДАЛЕТ Пятнадцатый Принято говорить ТУ или ТТВАВ Здесь мы напишем И здесь у нас начинаются проблемы Которые требуют особого объяснения И в рамках этого урока Я объяснять не буду То есть мы остановимся на четырнадцати В описании к этому уроку Будет ссылка на материал Где можно будет прочитать Не в режиме прослушивания В режиме чтения Где можно будет прочитать информацию О использовании букв В качестве числительных Я очень надеюсь Что это было не сложно Полезно и интересно Спасибо за внимание С вами были Марк и Татьяна Ли Траут До свидания